виблейский портал экзегет пришел вопрос почему сострадать человеку в горе порой легче чем искренне за него порадоваться но это знаете кому как некоторым довольно легко радоваться с радующими ся об этом и апостол кстати говорит заповедуя заповедуя нам радоваться с радующимися и плакать с плачущими и вот для некоторых мы действительно вот видимо для того человека который задает этот вопрос сострадать и плакать с плачущими легче чем радоваться с радующимися это на самом деле не очень хороший признак это признак того что мы ну мне так кажется отчасти даже завидуем тому человеку у которого все хорошо вот представим себе что с нами что-то произошло что-то в семье может быть или на работе и у нас не очень все хорошо приходит на другой человек наш может быть даже друг хороший знакомый и начинает захлеб рассказывать о том что с ним произошло что-то замечательное очень хорошее и мы думаем но вот этот человек мог бы с нам с нами поплакать и посострадать а он вместо этого он захлеб рассказывает о радости эгоистично ведь это нехорошо и мы вот как раз и впадаем в это искушение когда нам искренне порадоваться за другого оказывается почти невозможно какая-то злоба таится в глубине нашего сердца конечно это обличает нас обличает нашу гордость и нам всегда в том случае если действительно это происходит всегда нужно посмотреть в глубь своего сердца а что там таится где там таится вот это вот зависть вот это вот нехорошее недоброе чувство которое заставляет нас испытывать недоброе чувство по отношению к человеку который у которого все хорошо у которого все замечательно это достаточно плохой признак и мне так кажется в этом стоило покаяться для того чтобы измениться идти на исповедь искренне сказать господи я виноват в том или виновато в том что я не радуюсь с радующимися по заповеди твоей плакать с плачущими еще у меня получается вот радоваться с радующимися у меня не получается помоги мне господи делать это и другое внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...